Привет, я вам сейчас расскажу, как организуются итальянские рестораны на районе. Итак, выбор персонала. Прежде всего, едут в самую провинциальную учажную шарагу, заходят в класс, где идёт лекция и говорят, так, кто из вас самое-самое быдло? Там вообще все быдло, но даже они показывают на кого-то одного и говорят, он. Берут этого самого быдла и говорят, кто твой лучший друг? Их двоих берут и делают из них главных менеджеров по управлению итальянского ресторана на районе. Дальше, как выбирают официантов? Едут в это же самое шаражное училище и говорят, вы не могли бы показать нам списки, те, кто подали вам документы на поступление, но вы их не взяли. Они получают списки, обходят ближайшие падики, собирая этих людей, и делают их официантами итальянского ресторана на районе. Как закупаются продукты? Едут в самый говёный супермаркет в городе, причём в воскресенье, ближе к ночи, когда уже нормальных продуктов вот вообще точно быть не может. Заходят туда, где есть сегмент продуктов, у которого, у продуктов, в которых нет рекламной наценки. Там, знаете, прямо на упаковке даже написано, это говно. На всём, гречка, масло, хлеб, написано наименование товар, например, сахар, а под ним написано «Говно». Уровень доверия клиенту такой, что производитель даже не особо-то и скрывает, что это говно. Да, это говно, но зато ты сэкономишь ничего. Нормальные продукты стоят абсолютно столько же. Берут эти продукты, морщаясь вот так вот, и везут их в итальянский ресторан на районе. Как находят поваров для итальянских ресторанов? Очень просто. Садятся в машину времени, едут в 80-е, идут на ближайший тракторный завод, заходят в этот завод, идут в столовку и берут самых жирных и тупых поварих. Я не хочу никого оскорбить и сказать, что это как-то взаимосвязано абсолютно никак, абсолютно никак. Но они выбирают так, самых тупых, толстых и самых совочных поварих. Это очень важно, пища не должна выглядеть красиво, она должна выглядеть максимально совочно. Приводят их обратно в наше время и помещают на кухню итальянского ресторана, чтобы они там готовили ла паста, которые видели ее только один раз, в пьяном бреду, когда упали с велосипеда и ударились об бревно. Затем среднестатистический россиянин, ценитель итальянской кухни, берет свою бабу и приводит в этот итальянский ресторан на районе. А Тужинов там говорит, ну, знаешь, средненько вот так вот. А баба ему в этот вечер дает, потому что все равно ведь приятно, что тебя в ресторан сводили. Жми на кнопку и подписывайся на наш веселый канал.